алло куку с вами бои продолжаем проходить days gone прервались на том что нам нужно зачистить лагерек по сути задание просто сводится к тому чтобы тупо уничтожить всех врагов на карте то что я обычно делаю когда непосредственно зачищаю любой лагерей давай попробуем по-тихому как только запалимся начнем не по-тихому и здесь 15 человек по этой причине запалиться скажем так запалиться легко где но особо париться постройства не хочется иди слишком много чтобы не заболеться поэтому как только запалимся сразу начну воевать вот мы по-моему уже запалились пока нет спасибо и вот мы запалились но я как бы особо не видели не не гнушался ничем пойдем начала карты там будет поудобнее хорошо поменять может быть такая же нет непонятно потом найдем если что поменять что поменять кстати игра опять скачала очередное обновление большую что это музыка так громко играет грунт чем обычно ты думаешь я уже заползну давай да могу спасибо вижу давай обойдем с фланга здесь не обойти для волчей хорошую позиция хорошую позицию занял они-то все меня выкуривают пытаются ты можешь встать чтобы я тебя убил дай мне полегче любви сходи ноги ладно пойдем пойдем это слишком много в молоком мы так больше часть уже высекли хорошо что девчонку не завалили так долго и убиваем банду я имею под словом ее тихо 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 спокойно он же где-то здесь был думаешь можешь победить покойно дикие ребята но разберемся с вашим бойцом возвращаемся что-то такое ощущение что после обновления вот еще одно обновление да сейчас качалось я сказал об этом да не заметил сколько но тоже долго качалось наверно с полчаса то есть при обновлениями засыпает такое ощущение что звук стал совсем другой какой-то не с рм конечно но что-то такое более осязаемое не такое приглушенное может настройка пошарится сейчас посмотрим давай посоздаем все что сможем посоздавать что мы в принципе давно не использовали всякие подручные средства я вообще в играх очень часто замечаю за собой что то есть если что-то работает а есть возможность создать что-то другое я тут особо не парюсь если что-то работает зачем это менять да с одной стороны я такой же летсплеер надо вам показать все возможности игры но я об этом думаю только перед записью серии а когда начинаю играть я в любом случае использую то что мне удобно ну это так глирика да точно здесь можно пробраться как вот власти первым помните не психую я не трону я хочу помочь иди-ка ты нахер помощник ладно я в сторонку отойду не подходи ко мне спокойно жесткая бабенка так пополним боезапас это хорошо удобненько ну давай выяснять что у них тут за взаимоотношения так давай-ка снимем это что сейчас было да вот хулиган и девушку обидели васкис мертв мертвее некуда капитан коури прием мы прибыли направляемся главным воротом оставайтесь на месте ждите нас а как же противники они все нейтрализованы оставайтесь на месте конец связи пошли вот эти моменты когда меня заставляют медленно ходить если что это не я так делал мы тут подогнали мотоциклы ну чтоб вам пешком не идти свободен капрал ну что скажете я прошел в смысле ну вы же меня типа проверяете весь день вот и спрашивай как я прошел да ну какие уж там у нас проверки сам видишь мы так гребем к себе всех подряд да да ты прошел еще бы я самый мотивированный и едем к полковнику обученный боец водичи да поехали почему бы и нет так где ты служил сэнджон до всей заварухи ты знаешь как выглядит байок знаешь как проводить разведку знаешь что такое тактическое перемещение так в каких войсках ты служил во флоте в армии я стараюсь не афишировать а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех кто раньше носил форму в армии я был в десятом горном отслужил полный срок в афганистане ну а вы где военного всегда можно узнать по выправке ни у кого из ваших бойцов ее нет только у вас говорю же зоркий глаз я служил в ВВС десять лет в составе САК в Орегоне же нет ракетных шахт я был в отпуске представь себе повезло пока связь не пропала я каждый час получал донесения со всей страны думаешь нам тут сильно досталось восток от миссисипи фрики разнеслись за два дня бывал в этих местах да я жил чуть к северу отсюда городок фэрвелл знаете нет захолустья в ожидании конца света ну да тип того значит ты здесь бывал да бывал несколько лет назад заезжали сюда с женой в медовый месяц в общем фото есть ну жены твои мое звали кэри двенадцать лет прожили в общем давно это все было мальчо какие ваши предположения узлюкал он или добряк про жену нам расскажет или кольцо срезал с ее отрезанного пальца я думаю скорее первое как-то он не производит впечатления злодея хотя может быть они хотели сделать такой поворот сюжета что он такой хороший хороший вояк а на самом деле диктатор ест детей насилует коров по-моему по-моему это значит вход воспрещен а не не это нас не касается потому что мы не умеем читать потому что нам плевать на закон по-моему 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 и это по-моему Ну да, опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас своё лицо. Смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Графончик такой ещё здесь, да? Подтянутый. Видимо, не требует особого экшн-сцен, поэтому вся мощность идёт на красоту. Красота. Да и только. Видела бы, мама, как я гуляю, неизвестно где, среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала? Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому что твой отец умер. Я сказал им, да. Представь себе. Ты что, правда? Ну да. Отчего ты удивляешься? Твоя учёная степень всех очень заводит. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Всё, серьёзно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект... К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А ещё у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она и план не показывает. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, я просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да. Нет проблем. Стоп, стоп, стоп. Это та самая конопляная ферма? Её ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это оросительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. Ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? Нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Ах, обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть. В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь серьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, не правда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая? Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну, а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно. Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубной перстень на палец надел? Ну да, что... Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Крызет свою цепочечку. Символ истинной любви это... Собачий череп. Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну, что? Ну, это... Мориур инвиктус. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь? То есть это, конечно, красивое. Это ведь все-таки мой перстень. Ну да, он твой. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. Черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло. Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю. Просит приехать. Что, сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи... Очень надо. С меня причитается. Ладно? Ладно. Идем. Иду. Миленько. Аж покупаться захотелось там. Вода-то, наверное, холодная. Сто процентов. Но чистая. Водки выпил и вперед купаться под фонтан. Манки позволяют отвлечь внимание группы фриков. Да ладно. Используйте манки для привлечения и отвлечения фриков. Не поверю. Навыки, кстати, надо посмотреть. Может, нам пару очков дали. Мою жену звали Бет. И фотки не осталось. Идем. Что это за остров не могу понять? Наверное, мы на нем побываем. Там сидят местные какие-нибудь аналоги покровителей. Сто процентов. Да, там наверху... А, или подожди. Это тот лагерь, к которому мы приезжали? Что-то он выглядит больше. Ладно, хер его с ним разберемся. Не, смотрим мы вот сюда. Вот он, этот островок. Ну, не наш лагерь, значит. Противодействующая военная группировка. О, смотри, какая штука какая-то. Ну-ка. Что-то такое. Это лучшая штука. Причем я ее сам могу уже сделать. По-моему, у меня такой рецепт есть. Но, ну, очевидно. Бабашит так, что прямо бошки летят. Типичный случай. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий, ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами. Там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены, Кэрри, отец был фотограф. Старые школы, лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле, мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская. А в ней последний стационарный телефон Фервеля, наверное. Ну да, вот мы на остров и приехали. Вот устроились, смотри, у них вокруг прямо это. Форд, ровом огороженным. Точно фрики не доберутся. Главное, мост хорошо охранять. А то, если пробздеть это все, то можно все накрыть самым тазом. Сейчас такой должен быть полковник харизматичный. На одной ноге. Бородатый такой. Как из метро. На попе шерсть. Поднимись вон туда. Удачи, Сен-Джон. Что, и ты попался, а? Неудачно. Здорово. Снова встретились. Сен-Джон, да? Сын проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Че ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу ты нашел? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки. Часы и все такое. Кладите сюда. Ладно, что, спорить буду. Сейчас, разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более, их все равно сопрут. Давай, выкладывай. Ага, сопрет, конечно. Нашел лохов. Смирно! Ну, я же говорю. Классика. Его даже озвучивает, по-моему, тот же человек. Вы приняты по приглашению. Завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать первым делом, представьтесь. Начиная с фамилии. Да я тут так затесалась. Имя? Черт. Эткинс. Кристалл. Сэр. Сколько человек ты убила? До или после. Отвечай на вопрос. Пошел ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные, чтобы выжить, уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны, тюремные татуировки, свидетельства того, кем ты была и кем осталась. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа. В трудовой лагере ее. Что? Пошел ты! Пошли вы все! Давай, красавица! Уберила бы барак, ты тупорылый! Отвали! Шевелись! Тебя! Ну, а ты? Тейлор, уэйт. И... нет, сэр. Я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Ты долго пробыл водище. Ну, я умею, умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту. Рядом с Кломат Фоллс. Мы там... Ну, а ты, сынок, стрелять умеешь? Сэн Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. На мат, как вижу. Покажи правую руку. Десятый горный. Ирак? Афганистан. Служил с честью, только не ври. Я пойму. Один срок служил с честью. И ненавидел каждую минуту. Девятый заповедь. Молодец. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов, естественных и противоестественных. Всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы. Боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. Пойдем, сынок. Вот так! Да! Как дела, солдат? Капитан Коури теперь не часто приводит рекрутов. Видимо, его впечатлили твои навыки. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи. Пусть док тебя осмотрит. Пульс хороший. Сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь. Кто перевязывал? Я сам. Настамаль. Неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усёк, амига? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док? К службе годен. Лору Вен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новея. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Вайкон Диос. Удачи, амига. Идем, сынок. Я не терпу нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сэн Джон? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы и моя роль. Вот это. Что-то вы слегка высокомерный, усач. Потом ты кем себя почувствуешь? Богом? Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром, до того, как на мир обрушилась божья кара, и понял, это то самое место. Крейтер Лейк? Уизард Айланд? Я называю его Ковчегом. Тебе знакомо предание о Нойе? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали? Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? Про Нойе было в книге Бытия, сэр. Да, конечно. Сам-то не читал, походу. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Но нормальной формы у нас, конечно, нет, как это не печально. Сейчас что-нибудь... О! Вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это сдать. Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого оставить. Это уж точно. Ладно, боец. Но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми. Но раз капитан Коури отрекомендовал тебя, как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну, подыщем тебе работу. Так вот, о чём я говорю? Вы рассказывали про ковчег, сэр. Да, ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его. У нас за спиной целая сеть пещер и тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрёт, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто ковчег, Копрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков. У нас есть винтовки, гранаты, пулемёты, гранатомёты. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. И, как видишь, за счёт того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнём заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет. Не остановит Орды, сэр. Мы в курсе, Копрал. Орды? Да, Орды – это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Гостяк армии живёт здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты, тех, кто клянётся посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Ты готов, сынок? Ага, валяй. Да, сэр, сделаю, что прикажете. Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Так себе, полковник, сразу не знаком с такому. Хоть и по рекомендуванному, сразу выпадали все секреты и даёт плавное задание. Ни хрена! Чёрт! Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник, я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача у нас... Взрывать всё нах! ...делать оружие. Ну да, типа того. Я Уивер, Джеймс. Сент-Джон, Дикон. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коври. Если вам что-то нужно в водище, обращайтесь к нему. Ещё как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот. Вы делаете напал? Да? Да! Чувак рубит в химии! Да просто догадался. Я не мешаю? А, да не. А, полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. Я так понимаю, ведьма это наша... Это жена Сент-Джона, сто процентов. Это будет апофеозом. Эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, царь. Осталось зайти ещё в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. Заходи. Внимание. Это что такое? Мэм. Вот всё, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Пошёл вон. Пошёл вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьём ходить? Вопрос решён. Лейтенант Уитекер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прихажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как, читать-то умеешь? Память потеряла. Ингредиенты, хлороформ, отерпенеол, бензиловый спирт. Пойдёт, когда он может начать? Но, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Встать смирно. Сара, я... Нет. Нет, ты... Ты погиб. Ты... Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Эй. 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 Погиб. Успокойся. Ты погиб. Всё хорошо. Стой. Стой. Подожди. Я... Я не понимаю, я не смогу. Я думал, ты не выжила, и я... Нет. Они прорвались, и... Мы с Бухарем... Нам пришлось уйти на юг. Да, Нервен. В Нервен. Нет, я нашёл у Брайена, и нашёл путь через гору. Они сказали, там все погибли. Я думал, что... Я думала, что больше тебя не увижу. Нет, нет, я не могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас. Куда захотим. Без оглядки, давай. Нет, нет, Дикон. Я не могу. Они... Тебя силой здесь держат? Нет. Ты не понимаешь. Война же идёт. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришёл. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же... Не могу так уехать. Моё место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной. Помочь мне. А потом... Всё, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Спасибо, боец. Спасибо, боец. Субтитры создавал DimaTorzok